В этом коротком ролике покажу как можно сделать копию твоего проекта Unity или другими словами параллельную синхронную копию игры, которая будет автоматически подгружать все изменения с основной версии редактора. Это нужно в первую очередь для разработки мультиплеера, чтобы не делать постоянно билд после каждого изменения для тестирования клиентов. Сделал правку за одну минуту и ждешь минут 10-15 свой билд, но в лучшем случае. Этот инструмент очень-очень комфортный и сэкономит много времени, особенно если твоя система не очень производительная. Охо я зритель, ты во вселенной Рейбл, где изучаешь мир компьютерной графики и разработки игр. Подписывайся на канал, а также на все что можно в описании этого ролика, не пожалеешь. Первое, что нужно знать, это то, что этот инструмент не является официальной разработкой Unity. Это так, к слову, для общего понимания всей картины. Итак, нам нужна всего лишь эта строка, которую надо вставить в редактор, а именно в Package Manager. Заходим и выбираем Add Package from Git URL и туда вставляем нашу строку. Добавляем и половина действий готова. Следующий шаг это нажать на новое меню с названием инструмента и выбрать менеджер клонов. Тут сделать единственный шаг из возможных и ждем, пока дублируется наш проект. Это может занять не пару секунд. После мы можем добавить еще один клон проекта. В случае мультиплеера это будет еще один клиент. А с каждым клоном мы можем видеть следующие шаги. ID клона, его путь и аргументы. Аргументы это чисто пользовательская строка. Тут можно писать, что хочешь. По умолчанию клиент меня устраивает. Это нужно, чтобы видеть разницу между клонами. Условно это для комментариев твоего клона. Также можем клон удалить и открыть в новом редакторе. Что сейчас и нужно. Нажимаем и ждем. Готово. Тут у нас копия нашего основного редактора. Но мы например можем оставить только окно Game. Если кроме того, как запускать и играть, ничего делать больше не надо будет. Теперь мы можем дальше работать в основном проекте. После изменений сохраняем сцену. И если перейти на дупликат, то тут надо нажать на Reload, чтобы обновить изменения в этом клоне. И теперь тебе не нужно делать билд и ждать. А просто запускаем основной редактор. И тут выбираю хост. Этот проект я делаю для плейлиста уроков по мультиплееру в Unity. Залетай на канал, если интересно посмотреть все уроки на эту тему. А после просто открываем наш параллельный синхронный дупликат и нажимаем играть. Тут уже выбираем подключение как клиент и вуаля. Все то же самое, что и с билдом, но намного удобнее и практичнее. Так как можем видеть еще и логи клиента. А это важно для темы RPC сообщений, которые будут дальше в плейлисте про мультиплеер. При перезапуске проекта достаточно снова зайти в список клонов и нажать на открыть в новом редакторе. А на этом все. В описании есть мой телеграм и дискорд каналы. Обязательно заходи. Надеюсь было полезно. А сказать спасибо ты можешь лайком, подпиской на канал. А если уж сильно понравилось, тогда заглядывай на патреон или кнопочка спонсировать прям под этим роликом. Сайонаров.